Всем привет! Это Baldur's Gate Enhanced Edition, The Black Pit, на максимальном уровне сложности Legacy of Baal, и мы продолжаем проходить битвы. Как я и говорил, предыдущая битва, наверное, будет самой тяжелой в игре. По крайней мере, следующая битва никакой трудности не предоставляет. Единственное, я хотел сэкономить, как-то ее пройти, не покупая вообще. Никаких делей, к сожалению, не получается. Там есть два мага, и один из них постоянно кидает заклинания, которые контролят меня. Или помешательство, или эмоция отчаяния, и тому подобное. Если от помешательства еще можно защититься бутылкой, то, оказывается, от эмоции отчаяния защититься нельзя никак. Я даже не знал об этом. То есть, ну, по крайней мере, в магазинах ничего нет, заклинаний у волшебника нет, по крайней мере, в ДНД 2 и 2,5, 3 есть. Там есть очень хорошие заклинания защиты разума, здесь его нет. Поэтому, чтобы обезопасить себя от этих волшебников, мне пришлось купить две бутылки сопротивления магии. Ну, и, с другой стороны, кроме потери денег, я получил и бонус. В чем бонус? Я не боюсь этой собственной паутины, поэтому спокойненько бегаю с кольцом принцев, не одевая вот кольцо, которое защищает от опутывания. Что-то не подсказывает, что теперь всегда буду так бегать, благо эти зелья сопротивления магии постоянны, потому что у врагов очень много этих заклинаний, которые контролят. И я никак не могу спас-броски прокинуть. Провышать спас-броски тоже не вариант. Намного дороже, во-первых, а во-вторых, при критическом промахе все равно вас законтролят. А если законтролят, это все. Это 10 раундов. Например, если безнадежность, 10 плюс 2, 12 раундов. Герой выключен, его зарубят только так. Вот, посмотрите, выпил я две бутылки сопротивления магии. Сопротивление магии 100. Можно воевать. Как всегда, проверяю. Не забыл еще. Ладно. Давай следующую битву. Кстати, после этой битвы начинается третий круг. Обновление вещей. Обновляются очень крутые вещи. А с другой стороны, я понимаю, что кое в чем меня надули. Ну, сейчас, после победы, если не забуду, я вас спрошу, что надо делать. Как вы считаете? Так, как всегда, я помню паутины. Пускаю паутины в дело. Если не ошибаюсь, эта гадина самая неприятная для меня. Раз, два, три. Отбегаем. Взял я проклятие. Надеюсь, оно мне поможет. Так, кто здесь была? Легкие ранения. Ты, да? А, это не ты. Это вот ты опасная для меня. Три. Так, застревай. Застревай. Я тебя прошу, застревай. Ты задерживаешь меня. Видите, вот постоянно пытается меня законтролить. Так, ладно, не хочешь ты застрять. А мне нужно уже кидать заклинание урона, потому что пониженные спас-броски у них не вечно будут. Так, нужно обновить паутинку. И опять стрелять вот по этой нехорошей женщине с молотком. Дело в том, что она очень быстро бегает. Наверное, у нее есть заклинание или бутылка, я не знаю. А мне это не нравится. Продолжаем кидать заклинание наносящий урон. Как неудобно. Приходится отбегать. Раз, два, три. Возвращаемся на место и кидаем следующее заклинание. Все это нужно кидать как можно быстрее. Ох, пошло ускорение. Все, я понял, почему она так бегала быстро. Волшебник прочитал ускорение. И это очень плохо. Так, пора кидать паутинку. У них ускорение. Мне не нужно, чтобы они быстро меня могли достать. Так, где эта красавица с молотком? Как тебя зовут? Не Викония, а не Водийка. Раз, два. Вот видите, как она быстро бегает. Три. Когда ты застрянешь. Застряла. Прекрасно. И сюда в толпу. Черепок. Круто, да? Когда с образованием магии 100%. Воспокойно бегаешь под своими же заклинаниями. Три. Черепок. Раз. Два. Нехороший человек. Редиска. Три. Застряла. Паутину. Отбегаем и продолжаем. Раз. Два. Еще один красавец меня хочет достать. Все, запутался. Так, а у меня заклинания урона уже в принципе и нет. Наверное, с этой стороны стрелять лучше, чтобы им приходилось идти по паутине. Вот видите, постоянно кидают заклинания, которые хотят меня законтролить. Что очень опасно. И продолжаем стрелять. Раз. Два. Три. В принципе, можно уже что-то другое кидать. Давайте слеп кинем. Чем черт не шутит. Кстати, ослепил. А это клирик. Перелечить некому. Кого еще попытаться ослепить? У тебя, по-моему, и защит нет. Не прошло. Ну, не страшно. Да что ж такое, закончится скоро моя последняя паутина. Ну, так вперед. Да, нет у меня больше заклинаний. Давай сюда. Двух, не попадаю. Щит очень помогает. Врагу. Ненавижу эти столбы. Кстати, не нужно стрелять. О, запуталась. Не нужно стрелять по... О, слепшему врагу, он уже мне не опасен. Экономлю я, как видите, кислотные стрелы. Мог бы на них и перейти. Но не делаю этого. Так, время призыва закончилось. Просто хорошо. Все, паутина закончилась. Ух, хорошая С у врага. Наконец-то попал. Я, кстати, прочитал себе еще защиту от огня. Забыл об этом сказать. Ну, заклинание. Поэтому я не тратил. Все. Этот слеп, этот не опасен. У этого защита от обычных снарядов. О, молодец. Это я люблю. Это я люблю. Молодец. А призванные существа мне не нравятся, конечно. Огры. Но они пока не обращают внимания. Начали обращать. Их не обязательно убивать. Долго они не могут существовать. Здесь призывы до пятого уровня никакие. Единственный призыв, который надолго будет с вами. О, молодцы. Единственный призыв это скелет. От все эти призывы, по идее, первое, второе, третье, какого там уровня они. До четвертого, по-моему. Поэтому ничего они сделать мне не могут. Ну, это в теории. В практике кто его знает, что они за заклинание дали? Может тут какое-то такое заклинание, что... А, нет. Вот они пропали. Все четко. Обмана нет. Буквально 10 раундов. Ну, плюс-минус 2-3 раунда. А так как здесь ограничение 500 тысяч, то максимальный уровень войн... Ой, война-мага 11. Так, попробуем тебя рубить по-настоящему. Хотя ты можешь сдачи больно дать. А, не пытаешься ты это делать. Ну и хорошо. Нет, вот уже пытается. Дело в том, что у него защита от обычных стрел. О, хорошо. Да, у меня тычку. Но у меня воин, по-моему, тычка всего лишь на 2 жизни. Это не страшно. А вот против Скемитарова плюс 1 ничего не может противопоставить вражеский маг. Смотрите, сколько жизней даже у несчастного мага. Все, победа за нами. Как видите, бой совершенно нетруден. Предыдущий бой был... Ох, что-то новенькое, говорит Беолот. Вывели мы его из себя. Так, а куда же одевались твои помпезные речи? А предыдущая битва была такая тяжелая только из-за того, что они захотели оригинальности, натыкали этих порталах и не подумали, как их проходить на Лего Сев Баал. Так, все меньше текста. Так. Все, хватит мысли по древам развиваться. Никто тебе не верит. Сейчас главное, главное сейчас будет. Давай подарок, давай. 40 тысяч долларов. Отлично. Так, ладно. Самогущный, самогущий. Сейчас будет самое приятное в этой игре. Шопинг. Так, победу мы одержали. Никаких проблем. Давайте посмотрим, что же нам предлагают. Даже не только посмотрим, мы еще и прикупим себе кое-что. Поэтому нужно взять себе на будущее. Да, нужно себе взять... прочитать заклинание дружбу. Балка и атаки, скорость атаки. То есть, чтобы давал дополнительную атаку, такого нет. Но я такое оружие, это в основном скеметары. Поэтому, в принципе, не нужно было мне брать скеметары. Нужно было брать катаны. Тем более, я думал, что скеметары дешевле. Их можно еще в Ниндзя-то взять, в Акидзаши. И это все мне поможет в начальных битрах. Но я в начальных битрах совершенно не мог применять меч. Меня там убивали на раз-два. Я бегал с луком. А когда я уже меч покупал, я спокойно мог купить и катаны. Так и в этом не вся проблема. Посмотрите, какого эти идиоты? Скеметар плюс 2, один-единственный. Посмотрите, мне нужно 2 мяча плюс 2, он один. А катан 3. Ниндзя-то, вообще нету плюс 2. В Акидзаши, вообще нету плюс 2. Что это такое? Хоть бери в редакторе, постирай все эти звездочки, и поставь 2 звездочки в катаны. Ну, 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 как это называют? И так оружие слабее, так они еще и забыли поставить второй экземпляр. Но вполне возможно он появится после 4 округа, не, после 3 округа. Но сколько ждать? Вот такие вот у нас разработчики. Так, ну и главное, давайте посмотрим. Артефакты, артефакты. Что здесь у нас есть? Во-первых, посмотрите, то, о чем я говорил. Вот я смотрю и хочу только ругаться на этих биндогов. Если вы уже делаете обновление инвентаря теми же самыми вещами, которые были, то почему вы не добавляете уже к существующим? То есть, если я додумался, если накопил деньги и купил кольцо, оно появится еще раз. Если же я его не купил, оно будет в одном экземпляре. Ну, ну идиотство же. Обязательно нужно будет, кстати, купить и у меня будет 2 раза возможность прочитать кольцо обращения заклинаний. Это очень круто. Одно читаешь до битвы, а второе во время битвы, когда прижмет. Что еще тут есть? Интересно. Регенерация интересует. То же самое с победителем. Посмотрите. Каждый тир покупать кольцо победителя. Благо оно стоит, ну, кстати, оно стоит дешево только из-за того, что там мало заклинаний. Нужно его купить, продать, тогда оно будет стоить настоящую цену. Но суть не в этом. Если вы имеете денег, покупаете 3 таких кольца, по 50 зарядов на каждом, и у вас просто не герой, а пулеметчик какой-то. Ну, я таким не люблю страдать, только если прижимает, мы его используем, поэтому пользоваться этим я не буду. Ну, защита, кстати, неплохо, но я его носить не могу. Ну, и ладно. Так, да, придется от заклинания одного отказаться. Иммунитет к откачу уровней это просто неописуемый бонус. Просто мне повезло, в прошлой битве тени не выпали, а вообще это просто ужас. Понижает время чтения заклинаний, ну, не суть. Вот сопротивление магии тоже круто. Не всегда же я буду пить бутылки. Ну, и озвучивание хорошо. И стоит он всего ничего. Поэтому покупаю. Я теряю, конечно, одно заклинание паутины, но оно стоит этого, по моему мнению. Так, что еще? Вот, вот, самая козырная штука. Как видите, почти всех убиваю убийственным облаком, потому что очень мало сопротивлений к яду. Так, что, что еще? Да, и кольцо плюс два пока покупать не буду, на такое, что выясни. Хотя я на него целюсь. Потому что, как я говорил, накидка смещения не является артефактом плюс один, плюс два, зато дает почти как плач плюс два. А нельзя кольцо и плач плюс два вместе. Поэтому накидка выход из этого положения. Даже не знаю. Единственный бонус спасбросок против дыхания. Но здесь, по мне, никто не дышит. Драконов я еще не встречал. Может, они еще будут, я не знаю. Заклинание с дыханием, дыхание дракона тоже здесь не может быть. Это заклинание девятого уровня, даже не заклинание, а способность. Сопротивление метательным урона вообще ни о чем. Потому что, что я получу урон 20, что я получу урон 15, разница мне небольшая. Мне больше нужно, чтобы по мне вообще не попадали. Поэтому пояс защиты эльфов вот этот плюс три против метательного пока лучше. То есть, а также сопротивление магическому урону. если я его захочу, то я бутылку выпью. Поэтому пояс пока меня не интересует. А, что мне нужно? Пора покупать мантию. И мне подходит только злого. Да? Да. Злого архимага. Ох, и цена у мантии. С максимальной скидкой причем. Хорошая штука. И в пасброски, и сопротивления маги уже будет 10. Еще и базовый плац защиты уже можно будет не читать доспехи. Они по-моему дают 6. А мантия дают 5. Но с другой стороны 25 тысяч можно пока потерпеть. Да. И вот. Это просто что-то с чем-то. Я бы на их месте никогда в жизни не поставил бы этот плащ в продажу. Потому что он дает заклинание, которое уровнем выше, чем вы можете здесь найти свитки. То есть улучшено ускорение. Это просто что-то с чем-то. Носите его, кстати, не буду. Буду носить именно смещение и кольцо принцев. Но вот читать на себя это что-то 23 раунда. Это почти битва. И я буду делать сколько у меня атак без ничего. А, это у меня 4 с зельем. А зелье, по-моему, не складывается. Ну, то есть будет 6 атак. По-моему, очень круто. и цена божеская. Покупаем. Так, что тут еще? Горгулья. О, о, я буду постоянно ходить с вещами, чтобы во время битвы одеть и прочитать их. Каменная кожа. Тоже мне теперь совершенно не надо ее запоминать. А, нет, 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 нет. Нет смысла ее брать. Она дает всего лишь два слоя каменной кожи. А я получаю на 10 уровне 5 слоев у меня на 10. Спорный момент. И две, и две хорошо. И две хорошо на халяву. Так, это не ты. А, ну так, да что ж так дорого. 11 тысяч. Ладно, куплю. Мне вариантов просто нет. А вот это продам. Так, ты, чтобы читать. Да, и что-то не подсказывает, что мне придется постоянно бегать под бутылками с обратлением магии. Ну, не придется, просто дешевле. Тысяча с чем-то бутылка, две бутылки выпил, и мне не нужно ни заклинание, которая, или бутылка, которая помогает иметь свойство свободы действий. То есть, я никто не оплетет на заклинание, мне наплевать. То есть, остается только кидать свои заклина. А, я могу бегать в своих заклинаниях. и убийственное облако меня не опасно. Могу бегать в своих заклинаниях и обстрелить врагов. Да, это круто. Это сложно переоценить. Очень крутые получаются эти бутылки для меня. Так, еще один заряд есть, можно использовать его. усилитель. А ты стоишь мало, зачем тебя таскать с собой? Да, захочу купить у тебя еще раз, а места у меня мало. Вот, джезл, убийственное облако. Там один заряд всего лишь. Да, так что нужно сразу же продать. И сколько он будет стоить настоящий? 11 тысяч. Накопим. Здесь уже тысяч по пять, по шесть дают. Накопим, купим. Могу даже сейчас купить, но давайте, что-то куплю другое. А, подождите. Самое главное, пока деньги не растратил. Понятно, в боегу не справляется. Поэтому не о чем пока с ним. Говорит, вот, 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 что мне нужно. Кстати, уже благодаря такому луку у меня уже еще и стрелы крутые. Короче, урон с лука получается уже размерим с уроном даже с большой силой с мячов. С мячей. Мячов. Почему так? Потому что, кроме того, что плюс один, плюс четыре, если я беру кислотные стрелы, есть еще до 12 урона кислотой. Но, обычно, в среднем, шесть. То есть, плюс одиннадцать, кому что есть. А там, одиннадцать. Ну да, в районе, вот, одиннадцать плюс шесть, если вам повезло, в районе пятнадцати. Так и есть. Больше будет с уроном мячами, только если выпить жилье силы, который даст 22 и выше силы. Чтобы был бонус плюс семь и выше. Так, нужно продать старый лук. Что у тебя за стрелы появились? Ох, 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 подожди эти. Ха-ха, все. Есть, есть бесконечные колчаны. Бесконечные стрелы, плюс один. Ходи сюда. Все. Всю эту гадость выкинуть. Кстати, она тут будет валяться долго и нудно. Не хочу их выстреливать. А продать их нельзя, они ничего не стоят. Так, стрелы плюс один. Бесконечные. Что еще? Так что уже нет защиты у врагов от заклинания защиты от обычных стрел. фиолетовый цилиндр такой. В этом бою, что я прошел, они были в заклинании защиты. Вот очень крутая стрела, только мне непонятно. 1,6. Это значит, что она не имеет зачаровывания. То есть, я не смогу попасть в тех, кто защищен. Но урон 20. Урон 20 от яда. Причем каждую секунду. Если такую стрелу всадить, то маг считает заклинание и не сможет никаких. Ради, что заклинание только считает единичку. Супер. Но, к сожалению, защиты будут всех. И вот, хорошая штука. Если мне прижмет, сколько она стоит? Да ничего, она не стоит. 361. 10 штук. А, нет. Ну, да. 10 штук. 3690. Все не так хорошо. Но, в любом случае, это полноценные фаерболы. Проблема в том, что враги пойдут уже, наверное, с иммунитетом к огню. Поэтому, на данный момент, лучшие стрелы это кислотные. Ну, и вот эти, которые есть. а сколько мне нужно кислотные купить? Кстати, они подешевели, что ли? 307. Всего ничего. Так, 44. Значит, я могу 5 в 1. 8 штук. Это 40. Ох, дорого. Давайте возьму 8 штук. Я буду, конечно, стараться ими не пользоваться, но чем черт не шутит. Так. Все, лучник больше ничего интересного не покажет. Ну, вот еще тут есть мечи, и опять же, скимитара тут нет. Зато есть двуручный. Что интересно, здесь, здесь вот один-единственный молот, который является плюс два оружием, и при этом у него еще есть какой-нибудь спецэффект. Один-единственный, плюс один урон и пристал. Видно, других не было. Да. На мечах никаких спецэффектов не присутствует. Ну, хотя я не знаю, вдруг, вдруг что-то получу под следующего уровня, и вдруг с кемитартом появится какой-то козырный, но это не подсказывает, что нет. Что-то не подсказывает, что меня обманули. Коготь Рашида один-единственный. Очень хочется мне, конечно, перейти на катаны, редакторами изменить. Уже, если будете играть после меня, не делайте мою ошибку, берите катаны. Хотя, подождите еще один круг, и будет видно, если там какой-то оружие лучше. Ну да, действительно, нет ни с кемитара, ни вакидзаши, ни ниндзя то плюс два. А вот катаны есть. Гады. У катаны еще и урон больше. Изначально. Заклинание не меняется. Бутылки меня не интересуют. Это я буду думать перед битвой. Что у вас? Вы продолжаете удивлять нас своими победами. неужто ничего? понятно, доспехи легкие. Да, ничего интересного. А у тебя с тяжелым доспехом есть что-то волшебное? Неплохо. Такой броне никто у меня не достанет, но, к сожалению, считай заклинание нельзя. Так, подождите, там же не было эльфийской кольчуги, правда? Интересно, они такую кольчугу сюда дадут? А вот есть какой-то именной щит. Щит плюс два. не очень. Так, а ну кольчуги у тебя нет? А, понятно, у тебя воровская кожа, но нет кольчуги, очень жаль. Но, может, после еще одного круга заклинаний появится. Так, что еще? Колечко пока не беру. Да, 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 пока ничего не беру. Экономим деньги для битвы. А тут? О, как я мог забыть, но подождите, кто в курсе, здесь не написано об этом, дают ли эти головные уборы и защиту критического удара. Если нет, то нет смысла их покупать. Какие будут спецэффекты не были. Критика умножения на два, это очень жестко, тем более у меня шлем, который еще и дает по 20 защиты к трьм элементальным видам урона. Так что пока я совершенно не вижу смысла. ну вот, хорошая штука, но мне кажется, я уже и так попадаю неплохо. А плюс один, хотя я редко рублю мечами, плюс, если я уже буду рубить мечами, то я беру как его бутылку силы, а там уже тхака растет со страшной силой. ну ладно, пока мне меткости хватает, тем более волшебные стрелы. Бесплотность. Вот бесплотность они поздно дали. Эти сапоги должны были быть с начала самого, с ними можно провернуть очень интересную вещь, пока враги не имеют оружие плюс один, пять раундов у вас полная неуязвимость. Пять раундов это ни о чем, но в какой-то там критический момент в битве они могут спасти. а сейчас, когда их дали уже смысла нет. Точно так же как здесь. Я не очень представляю как оно подкидывает. Если вплотную то вообще смысла нет. Телепортируют врагам вплотную по защите плюс два это конечно круто. Ну вот единственный вопрос вот эти вот сапоги. Но нет, за такую цену всего лишь две шкуры это нужно одевать. прочитать и спасет всего лишь от двух ударов. Уже лучше брать вот эти запоги. Если вам нужно спасаться то спасаться вам нужно именно от стрел. От всего остального можно убежать. Ох, тут еще два таких плаща. Хоть бери покупай еще один плащ и у вас будет 46 раундов. Кстати, я подумаю об этом. Если будет битва действительно сложная тогда я возьму два плаща в инвентарь и ребятам мало не покажется. Так, а на мантию злого архимага я уже не имею сил. Вот у меня бич эльфов по-моему лучше всего на данный момент. Ну, как бы да. Вот только заменить нужно мантию архимага и все. Хотя, вот я проседаю это у меня сразу метательное буду чаще попадать. Ну, там можно защищать это заклинание. Все, все показал, все рассказал. Прорвались мы на следующий круг. Это очень хорошо. Кстати, я скупился, чтобы больше об этом не думать. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. А я, как всегда, прощаюсь и желаю вам всего наилучшего. Пока! Пока!